Внеплановые проверки школ проводят сотрудники Росгвардии и прокуратуры. Смотрят работу видеонаблюдения, охранной сигнализации, системы оповещения и документацию. Стражи порядка обращают особое внимание на работу кнопки тревожной сигнализации. В Иркутске уже проверили 57 образовательных учреждений. В 11 выявили нарушение безопасности. Еще 43 объекта подлежат комплексному осмотру. Проверки на антитеррористическую защищенность продолжатся во всей Иркутской области. 14 мигрантов по решению Кировского районного суда областного центра выдворят за пределы России. Нарушение законодательства выявили полицейские в ходе массовых миграционных рейдов. Их проводили на торговых объектах в центре Иркутска. Всего проверили 236 иностранных граждан. Установили, что 37 из них находятся на территории России с нарушением режима пребывания. В Байкальске планируют получать электричество с помощью тепловой энергии недр земли. Будущее недропользование обсудили на выставке России руководители органов власти и эксперты из Федерального агентства по недропользованию. Глава региона выступил с закладом о добывающей промышленности Иркутской области. При Ангаре станет первой территорией, которая получит лицензию от Роснедр для изучения геотермальной энергии. Исследования пройдут в Байкальске, который по поручению Владимира Путина должен стать первым эко-городом в стране. В Иркутской области расположены крупнейшие в России запасы золота – 31% от общероссийского показателя. Также регион богат природным газом, углем, нефтью, мусковитом. Иркутская область в десятке. Регион в 2023 году вошел в число лидеров среди субъектов России по темпу роста доходов местных бюджетов. Об этом сообщили на заседании экспертного совета по межбюджетным отношениям. Оно в этом году прошло впервые под руководством председателя правительства Константина Зайцева. Подвели итоги прошлого года и наметили программу работы на 2024. Так, динамика роста собственных доходов бюджета региона составила 7%, а доходов муниципальных образований – 14%, отметил глава Кабмина. Такая вот работа экспертного совета, когда есть много мнений, заставляет всех нас найти оптимальную середину и выполнить задачи, которые в том числе поставил перед нами губернатор Иркутской области, когда сказал, что нужно обратить внимание на муниципалитеты, на больше наполнить их собственными доходами, создать условия, чтобы у них собственные доходы росли. И мы с этой задачей на сегодняшний день справляемся. Могилу известного байкаловеда Глеба Верещагина включили в реестр объектов культурного наследия – памятников истории и культуры народов Российской Федерации. 14 апреля 2024 года исполнится 135 лет со дня рождения ученого. Его похоронили на местном кладбище в Листвянке. Прожив с 1889 по 1944 год, Глеб Верещагин внес большой вклад в развитие Восточной Сибири. Под его руководством Байкальская лимнологическая станция изучала происхождение и историю Байкала, его флору и фауну, озерные процессы и многое другое. Ученый с мировым именем составил карты глубин Байкала, которые дали представление о рельефе дна озера. Он был доктором географических наук, но на самом деле, конечно, специалистом по биологии, да, то есть был зоологом, кстати, был какое-то время ученым-хранителем зоологического отдела, зоологического музея в Петербурге, вот, но занимался и химией, вот, то есть это вот именно, и привлекал специалистов, самое главное, вот разных узких специальностей, но это были именно комплексные исследования. Помочь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий может каждый сибиряк. В стране проходит традиционная акция «Красная гвоздика». Для участия необходимо приобрести значок с изображением цветка на сайте памятьпоколений.ру или сделать перевод по QR-коду. Все собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.